В эфире вечерняя информационная программа. С вами Алмаз Ашим. Здравствуйте. Назову несколько тем этого выпуска. Детский сад вместо спорткомплекса. Почему жители Каражала против строительства нового социального объекта? И лают, и кусают, а ловить их некому. Почему программа по стерилизации бродячих животных в Уральске оказалась под срывом? Свыше нормы нельзя. Водителям большегрузов запретили портить дороги в Восточном Казахстане. Об этом и многом другом по порядку. Сменился главный государственный санитарный врач Казахстана. Им назначен Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения. Он будет совмещать новые обязанности с прежней должностью. Айшан Есмагомбетова, ранее занимавшая пост главного санврача, останется заместителем главы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения. Отмечу, Киясов стал третьим главным санврачом страны с начала пандемии. До Есмагомбетовой эту должность занимал Жандарбек Бекшин. В Актау наказали нарушителей карантинного режима. Несмотря на ограничения, в двух ресторанах города устраивали свадьбы. Как сообщили представители Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, одним из тех, кто был организатором торжества, оказался госслужащий. Видео «Тайная женитьба» попало в соцсети. По словам автора, празднует главный специалист областного департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, сын экс-главы крупной нефтегазовой компании. В итоге была проведена внеплановая проверка. На нарушителей карантина организатора застолья и владельца ресторана наложены штрафы. Выговор от Акима также объявлен руководителю управления экономики и бюджетного планирования региона, отпраздновавшему день рождения вместе с коллективом. Лишать лицензии недобросовестных подрядчиков, задействованных в строительстве дорог, и не допускать их к тендерам, предложил Аким Западно-Казахстанской области. По словам Галии Скалиева, в регионе реализуют 41 проект. На большинстве участков работы затягиваются, возможен срыв сроков. Некоторые компании только завозят стройматериалы. Ряд проектов на стадии укладки земляного полотна реже асфальтового слоя. И зачастую его кладут во время дождя, а это считается грубейшим нарушением. Если одна компания несколько объектов выигрывает, только по городу. Вот эти компании некоторые, я знаю, по области тоже выиграла. Как она успевает везде контролировать? Надо лишить лицензии нескольких компаний. Прямо с фамилиями, специалистов этих компаний. Если это технический надзор. Строительные компании, их надо, дорожные компании. Список недобросовестных отправить, чтобы больше не могли участвовать в государственных проектах. 57 транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей оштрафованы за перегруз машин в Восточном Казахстане. По областным и республиканским трассам курсировали фургоны и самосфалы с повышенной максимально допустимой массой, на которую не рассчитано асфальтовое полотно. Сейчас же многотонные фуры взвешиваются прямо на придорожных стоянках. Мобильные посты выставлены на оживленных маршрутах. Обстановку на дорогах увидел Вячеслав Фетлугин. Без водительского удостоверения и сопроводительных документов так по дорогам Восточного Казахстана тоже ездят. С начала года водители большегрузов нарушили ПДД на 9 миллионов тенге. Однако миллионные штрафы междугородних грузоперевозчиков так и не дисциплинировали. В этом году больше двух тысяч перегруженных фургонов выехали на дороги Казахстана. Но водители почему-то уверены, что асфальт ружится вовсе не под колесами грузовиков. В чем проблема? Все-таки в дорогах или в большегрузах? В качестве дорог. Во всех странах есть большегрузы. Дороги надо делать, потому что по-моему, да и все. Я просто хорошо делаю. То есть к дорогам претензий больше, да, все-таки? Конечно к дорогам. Впрочем, доля истины в словах водителей большегрузов тоже есть. По данным специалистов дорожно-эксплуатационных служб, при ремонте, прокладке и реконструкции республиканских, городских и областных трасс выявлено свыше 900 технологических нарушений. В этом году в регионе с нарушением реконструировали почти полторы тысячи квадратных метров дорог. Больше 400 предписаний с требованием переделать некачественно уложенный асфальт мы отправили дорожно-строительным компаниям. По результатам экспертиз очень много замечаний к подрядчикам. Проконтролировать фактическую нагрузку на 4000 километров республиканских трасс региону помогут как минимум пять мобильных постов взвешивания транспорта. Целесообразность их приобретения рассматривает областная бюджетная комиссия. Также на местных автодорогах планируют оборудовать штрафстоянки для больших грузов. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пехтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. Со скандала началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Каражал, Карагандинск области. Идея возведения нового объекта стоимостью в 470 миллионов тенге вызывает недоумение жителей. Не видят целесообразности его строительства и в областном управлении спорта, поскольку в небольшом городе с восьмитысячным населением уже есть большой спорткомплекс. Тогда зачем нужен еще один, выясняла Юлана Чалс. Этот забор в Каражале – символ стройки нового спорткомплекса. Но появился он прямо на дороге к спорткомплексу Старому. И вызвал у жителей вовсе не радость. Больше хода нет. Здесь кругом арки. Перекрыли, ничего не сказали. Перекрыли, начали свою работу заниматься. Мы через прокуратуру просили письменно, чтобы прокуратура открыла нам этот ход. Старый спорткомплекс – это два огромных зала по тысяче квадратных метров. Каждый – душевые, тренажеры, теннисные столы и недостроенный еще с советских времен бассейн. Первая секция здесь появилась в 90-х годах. Тут было 9 видов или больше видов спорта. Я вам сейчас не могу сказать. Здесь было около 30 тренеров работали раньше. По всем видам спорта. Потом, когда уже немножко были перемены, все тренера ушли в бизнес, разъехали в другие города, переехали. И вот Дюсен Ташкевич единственный остался. Чтобы спасти от разрушения, Дюсенбай Ташкеев выкупил заброшенное здание. А в 97-м сенсей открыл здесь секцию дзюдо. Золотые медали международных соревнований воспитанники стали привозить гроздьями. Секция приобрела статус «Специализированная школа Олимпийского резерва». Сейчас в этом зале тренируются 250 дзюдоистов, а в соседнем – секция мини-футбола. По вечерам приходят фитнес-группы. Но все же загруженность помещения невелика. В Крошечном и удаленном от областного центра городе профессиональные тренеры не задерживаются. Залы пустуют. Это очень обидно, жалко. Приглашаем, рекламируем, чтобы люди приходили, занимались спортом, оздоравливались. Но, как видите, пока мало людей. Сейчас в населенном пункте нет ни одной спортивной школы. Но в местном Акимате решили, что для развития спортивного многообразия в городе не хватает лишь нового зала. И, несмотря на заключение комиссии областного управления физкультуры и спорта о нецелесообразности строительства, работы все же начались. «Мы заявлялись, но в этом году нам не было поддержано и средств вышестоящих бюджетов. Финансирование на данный момент у нас всего частично имеется из городского бюджета. Всего лишь 40 миллионов тенге. На следующий год мы планируем заявиться, очередной раз заявиться в отраслевые управления для финансирования дальнейшего строительства». Предварительная стоимость строительства ФОКа – 470 миллионов тенге. Плюс последующие расходы на содержание и эксплуатацию здания. Насколько рационально тратится местный бюджет – вот мнение горожан. То есть, если бы вы выбирали детский садик, бассейн или новый закрытый спортзал? Ну, закрытый спортзал у нас есть, в принципе. Там только тренера должны быть. А и бассейн – это летом обязательно. «Детский садик построить, знаете? У нас детский старик очень старый. Как-то условия сжог. Дети там часто болеют. То, что условия сжог там прохладно. Хоть и там ремонт делалось, все равно». «Детский сад, который не хватает». «Садик новый. И бассейн тоже не мешает». «Ну, вообще-то лучше детский сад». Решить вопрос диверсификации городского спорта считают и жители, и специалисты профильного ведомства. Возможно, без бюджетных трат и строительства. Почему же оно все же началось? Сейчас разбирается прокуратура. Жители села Долан Алматинской области перестали доверять местному Акимату. Здесь годами не решаются проблемы образования, медицины и досуга. Сельчане считают, что они сами должны выбрать главу сельского округа. Только тогда, по их мнению, можно исправить положение дел. О своей инициативе они рассказали Анастасии Валикжаниной. У жителей села Долан Карасайского района много вопросов к местному Акимату. Они накопились за долгие годы. Здесь лишь одна школа, где можно получить только начальное образование. После четвертого класса детям приходится ездить за знаниями в город, что в 10 километрах от дома. Жалуются сельчане и на отсутствие качественной медицины. Все население, это 5000 человек, обслуживает единственная маленькая амбулатория. Построить поликлинику им обещали еще три года назад. Но к ее возведению приступили лишь недавно. Так, местный Аким потерял доверие жителей. Они считают, что Акима должны избирать сами сельчане. Это изменит ситуацию к лучшему. Быть Акимом, это, во-первых, надо обладать большими знаниями. По земельным вопросам, по любым другим таким социально нужным вопросам. Вот таких людей народ должен сам выдвигать. А дальше будет сам народ с него и спрашивать. За него вместе и отвечать за эти выполнения, раз он сам выбрал. Только в Алматинской области больше 250 сельских округов. Полномочия Акимов заканчиваются в будущем году. Механизм выборов сельскими жителями, чиновников на такие ответственные должности пока не понятен. Но известно одно. Если у народа не будет претензий к действующему Акиму, то он продолжит работать. Еще одна актуальная тема – сокращение государственных служащих. До конца этого года покинуть свои посты должны 10% от их общего числа. В области планируют сократить сначала вакантные должности. На сегодняшний день у нас порядка 320 авакантных должностей. Из них временные получается 70, остальные порядка 250, они являются постоянными. Вот эти вот 250 можно будет сократить. Сократить предлагают и пенсионеров, которые находятся на государственной службе и получают сразу две выплаты из бюджета – зарплату от работодателя и пенсию. Жители говорят, что это будет справедливым решением. Анастасия Валикжанина, сержант Жумабаев, Алматинская область, Хабар-24. В Урджарском районе Восточно-Казахстанской области задержали двух односельчан, которые на протяжении года промышляли скотократством. Лошадей и коров злоумышленники угоняли из соседних сел ночью. Ущерб, нанесенный владельцам животных, превысил 3 миллиона тенге. Часть украденного скота они продавали живьем, другая шла на убой. Задержанные – жители села Алтеншокэ. Один из них был ранее судим за похожее преступление. На данный момент следствием установлена их причастность к 8 эпизодам. Всего в этом году полицейские области задержали 14 групп скотокрадов. Сумма ущерба составила 27 миллионов тенге. При обыске в доме у задержанных издято около 200 килограммов туши в подворье кобыла с двумя жеребятами шкуры похищенного скота. По всем фактам скотокрадцев, совершенных группой лиц по предварительному сговору, проводится досудебное расследование. В настоящее время скотокрады водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Урджарского района. Жители Экибастуза напугал волк, который бегал во дворе жилой многоэтажки, и животное пришлось застрелить. Видео в соцсетях разместили очевидцы. На кадрах хищник, который лежит в подъезде одного из домов. Автор видео сообщает, что это волк. Затем раздаются выстрелы. Их было два. В комментариях под видео люди писали, что с животным поступили жестоко. Между тем, в управлении полиции пояснили, волка усыпили щадящим метаном. Специалист ветеринарной станции выстрелил в него из пневматической винтовки дротиками с ядом. Труп направили в лабораторию для исключения бешенства. О том, как дикий зверь оказался в жилом доме, непонятно. И есть предположение, что за животным не уследил хозяин. В Уральске под срывом программа по стерилизации бродячих собак. Напомню, с нового года в регионе планировали применить новый метод борьбы с бездомными четвероногими. Убивать их не будут, заявили тогда власти. Их предполагалось стерилизовать, вакцинировать, чипировать и выпускать обратно на улицы города. На это даже выделили средства, а именно более 56 миллионов тенге. Но ни отлов, ни стерилизация не проводится. И почему, узнавала Роза Сатканова. Вот такие собаки ходят, никого не боятся, могут укусить. Потом у них вот эти лишаи. Бродячие животные заполонили улицы города. Страшно становится и детям, и взрослым. У нас власти собаками не занимаются вообще. И каждое утро, когда введешь ребенка в школу, каждый раз новые собаки. Они и мусор таскают, они и с рынка шкуры таскают, и маслы таскают. Кстати, скоро зима идет. Они будут очень голодные и злые. Я не против собак, но это надо заниматься. По новым правилам бездомных собак запрещено убивать. Их должны отлавливать, агрессивных усыплять, остальных вакцинировать, кастрировать или стерилизовать, а еще чипировать. Но делать это оказалось некому. Конкурс госзакупок по услугам отлова биостерилизации вродячих животных проводился два раза. Первый конкурс не состоялся в связи с тем, что не было заявлений от потенциальных поставщиков услуг. А во втором конкурсе принимали участие несколько организаций. У выигравшей организации было помещение только было. Когда они начали строить клетки, вольеры для животных, вот жители тогда выступили против. 17 августа с компанией и победителем заключили трехсторонний договор на 188 миллионов тенге. Поставщик должен был в нынешнем году отловить и стерилизовать в регионе больше 5000 бродячих собак и кошек. Уже собирался приступить к работам, но помешали жители. Они требовали перенести питомник в другое место. К таким расходам компания оказалась не готова. На сегодняшний день идет процесс расторжения договора между управлением и ТО Карачаганак промсервис в связи с поступлением уведомлений от подрядной организации об отказе от выполнения указанных работ. В дальнейшем управлением планируется заключение договора государственных закупок с ветеринарными станциями районов и города Уральск по предоставлению услуг отлова и биостерилизации бродячих собак и кошек. Получилось, что отлавливать и стерилизовать бродячих животных снова некому. По-прежнему занимаются ими лишь зоозащитники. За свой счет начали стерилизовать года три назад. Также мы начали уже чипировать. Тут находится чип подкожно. То есть можно аппарат специально приложить и будет видно номер регистрации данной собаки. В нашем приюте находится где-то 60% уже стерилизованных и 10% чипированных. На попечении общества хатика больше 70 собак и 30 кошек. Ухаживают за ними всего два волонтера. За помощью они часто обращаются к Уральцам. Помещение питомник арендует за счет взносов неравнодушных. Также помогают с едой и лекарствами. Аренда 50 тысяч в месяц. Ком-услуги лечения обходятся немало, так как мы сейчас стерилизуем за свой счет по 12 тысяч собак. На лечение примерно 200 тысяч в месяц. На кормежку примерно 200-250 тысяч в месяц уходит. Это несмотря на то, что мы с волонтером Олесей тратим большую часть зарплаты. У нас воды нет, мы привозим воду в колонки. Конечно, мы били за то, чтобы построили приют. Но приют оказался слишком дорогостоящим. И поэтому их было решено прививать, чипировать и отпускать на улицу после этого. Жизненная история этих собак как пример человеческой жестокости. К примеру, эту собаку по имени Лола собирались съесть люди без определенного места жительства. Зоозащитники отбили ее у живодеров и пристроили к себе. Теперь у нее, так же, как и у многих других, здесь находящихся новый дом и новые хозяева, которые их больше никогда не предадут. Зоозащитники рады предложить свою помощь, но не подходят по условиям конкурса. Среди предъявляемых требований наличие хирургического кабинета со всем оборудованием, пред и послеоперационных помещений и отдельно для эвтаназии безнадежно больных животных, чипов и сканеров для их считывания и многое другое. Условия нереальные для того, чтобы участвовать в тендере. ИП должно быть. То есть у нас ни у кого нету приютов ИП, чтобы участвовать. Мы сейчас как волонтерское движение. Даже ветврачи не до конца снабжены тем, что надо. У них нет питомника, они не смогут содержать. Такое ощущение, как будто подобрано, я не знаю, очень интересным образом, чтобы мало кто мог позволить себе участвовать. Выиграла компания, которая к этому отношению вообще не имеет. Пока решается судьба бродячих животных, в городе больше 600 человек пострадало от их нападений. Росатканов, Руслан Газязов, Канат Махмудов, Хабар-24, Уральск. Штормовое предупреждение объявлено в столице и в ряде областей Казахстана. Сегодня и завтра сильный шквал накроет 14 регионов страны. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ветер с порывами и гроза ожидаются в Актюбинской, Атраусской и Карагандинской областях. Особо осторожными придется быть жителям Кустанайской, Павлодарской, Североказахстанской областей. Помимо шторма там прогнозируют град. МЧС призывает всех следить за изменениями погоды. Атлантический орган Салли обрушился на Флориду. Теперь удары ожидают штаты Миссисипи и Луизиана. Надвигается непогода и на Алабаму. Из-за чего власти объявили режим чрезвычайной ситуации. А вот лесные пожары в Бразильской Амазоне уничтожили на 50% больше лесов, чем в прошлом году. Не могут справиться с огнем и в Испании. За непростой ситуацией в мире следит наш корреспондент Асель Жанберша. Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана Салли ввели в нескольких американских штатах. Так, жители Алабамы уже готовы к приходу стихии. По данным метеорологов, сейчас скорость ветра превышает 35 метров в секунду. Но когда циклон достигнет побережья, она увеличится в разы. Согласно данным Национального центра США, по наблюдению за ураганами, уровень осадков может достигнуть почти одного метра и вызвать мощные наводнения. Салли относится ко второй категории по опасности. Он уже обрушился на Флориду и теперь в ближайшее время стихия ударит по штатам Луизиана и Миссисипи. Обычно мы всегда наблюдаем за тем, как приближается шторм, когда еще нет опасности и нужно сидеть дома. Вот и сегодня я пришел, чтобы посмотреть на волны, но уже скоро отправлюсь домой подготовить все необходимое к приходу стихии. А вот из-за сильной жары в августе и сентябре в Бразильской Амазонии вспыхнули лесные пожары. Эти месяца в регионе считаются самыми сухими в году, когда уровень влажности воздуха в некоторых областях опускается до 15%, а температура может превышать 40 градусов по Цельсию. Помимо пожаров в Амазонии, которые традиционно привлекают большое внимание мирового сообщества, взгляд бразильцев прикован к ситуации вокруг не менее уникального природного региона – Пантанал. Огонь уже поглотил около 2,5 миллиона гектаров зеленых насаждений более 15% территории. Одна из главных трудностей здесь, в Пантанале, – это возможность добраться до огня. Так что даже если бы у меня было больше ресурсов, мы не смогли бы быстро подойти к очагу возгорания. Но прилагаем все усилия для борьбы с огнем. Борются с лесными пожарами и власти Испании. Там огонь охватил леса на северо-западной части страны в регионе Галисии. До тушения пламени задействовано 120 человек. Огонь уже поглотил более 3 тысяч гектаров земли. Айсель Жамберши, Самата Убакир, Хабар, 24. В городе Жуэли, южно-китайской провинции Юньуань, начали массовое тестирование населения на коронавирус. Напомню, там выявили два инфицированных ковидом представителя из Мьянмы, которые нелегально пересекали границу. Уже выявили около 200 контактных с ними людей. Район, где проживают зараженные, закрыли. Подробно об этом в нашем сюжете. Не успели медики вернуться из Гонконга, где только завершилось массовое тестирование населения. Как новые случаи, COVID-19 зафиксировали в другом регионе Китая. В этот раз в городе Жуэли, что в провинции Юньнань. И хотя случаев всего два, власти решили не ждать новой вспышки, а действовать на опережение. Там запустили уже отработанный сценарий, начали массово тестировать население. На время проверки жители попросили оставаться дома. В городе работают только супермаркеты, аптеки и продуктовые рынки. Выезды закрыты. Под медицинским наблюдением находится 201 человек, который близко контактировал с больными. Мы взяли анализы у 190 из них. Также протестировали 1745 жителей района, где проживали зараженные лица. Пока результаты отрицательные. В Китае ежедневно регистрируют завозные случаи, в том числе и без симптомов заболевания. Однако их обнаруживают в период прохождения двухнедельного карантина. За время изоляции людей тестируют как минимум дважды. Это обязательная мера. Одновременно Поднебесная активно работает над разработкой вакцины. В третьей фазе клинических испытаний находятся уже пять препаратов-кандидатов. Нам удалось сэкономить время на административных процедурах, но не на процессе и сроках научных исследований. Вспышка COVID-19 началась не так давно, поэтому и на разработку вакцины было не так много времени. Однако по опыту и результатам исследований в прошлом, мы предполагаем, что после введения препарата его эффективность сохранится от одного до трех лет. Как минимум две вакцины могут быть доступны на рынке уже к концу года, говорят местные разработчики. А пока страна готовится к осенне-зимней вспышке, расширяет сеть лабораторий, увеличивает мощность тестирования и количество койко-мест. Уже сегодня в Поднебесной тестирование проводят около пяти тысяч медицинских учреждений, а ежедневное производство тестовых реагентов приблизилось к 46 миллионам доз. В Атерау в период локдауна компании пересадили своих сотрудников на велосипеды. В условиях пандемии это экономично, экологично и помогает поддерживать здоровый образ жизни в коллективе, говорят работодатели. Коронакризис вводит инновации и в производство. Так в одной из организаций ввели карточки наблюдений, где каждый сотрудник может вносить свои предложения по улучшению рабочего процесса. О нововведениях в условиях локдауна расскажет Алия Жамитова. Коронакризис диктует свои правила. Если одни компании оптимизируют производство и сокращают численность персонала, уходя в онлайн, другие вносят новшества в условия труда. Так, на этой нефтеперекачивающей станции сотрудники пересели на велосипеды, да еще и на трехколесные. Это значительно экономит время передвижения рабочих. Все объекты этого предприятия расположены далеко друг от друга. Для того, чтобы сотрудники могли оперативно добираться до пункта назначения, руководство решило закупить для них вот такие вот трехколесные велосипеды. Во-первых, это безопасно, во-вторых, экономично, а в-третьих, помогает поддерживать здоровый образ жизни. У нас были закуплены трехколесные велосипеды, чтобы исключить риски падения персонала. Во время пандемии нам данные велосипеды помогают поддерживать здоровый образ жизни персонала, физическую форму поддерживать. Для того, чтобы быстро, оперативно реагировать на эксплуатацию оборудования, чтобы доехать до места назначения. Пандемия внесла коррективы и в рабочий процесс. В этой компании уже полгода не проводят коллективные собрания, но каждый сотрудник в течение месяца может внести свои предложения по улучшению условий труда, оптимизации производства, тайм-менеджменту и исключению рисков, всего лишь заполнив карточку наблюдений. Она распечатана на двух языках. По итогам каждого месяца работодатель выбирает лучшие предложения своих сотрудников. Было предложение о замене ртут-содержащих ламп освещения на энергосберегающие светодиодные лампы последнего поколения. Эта работа у нас тоже проводится поэтапно. Мы переходим сейчас поэтапно на светодиодные лампы. Пока же в регионе ожидают наступление второй волны коронавирусной инфекции, местные компании уже вовсю внедряют цифровые технологии и инновации в производство, тем самым готовясь противостоять новым реалиям пандемии. Алья Жамитова, Тимерлан Султангазиев, Хабар-24, Атырау. В процедуру отбора поставщиков Самрук Казына внесены изменения. Главные преимущества новой модели ПКО – прозрачность, равная конкуренция и бесплатное прохождение квалификационного отбора. Подробнее о нюансах новой модели расскажут мои коллеги. Процедура ПКО внедрена в закупках Самрук Казына в 2016 году и предполагает проверку соответствия квалификационным требованиям. Со временем стало понятно, что существующий алгоритм не всегда гарантировал качество закупки, испытывали сложности и поставщики. Новая модель ПКО 2.0 разработана с учетом накопившегося опыта, а также предложений и замечаний со стороны бизнеса и заказчиков. Мы планируем перевести значительную часть закупок в открытую конкурентную среду. И еще один момент, на что необходимо будет отметить, то что ПКО 2.0 не будет предусматривать условия критичности и рейтингово-бальной системы. Доступ к подаче заявлений в рамках новой модели уже открыт, а сам квалификационный отбор теперь бесплатный. Для того, чтобы поддержать те компании, которые на сегодняшний день уже прошли ПКО 1.0, предусмотрено освобождение отнесения обеспечения тендерной заявки. Во-вторых, это в случае участия в открытых закупках компаний и при условии равенства цен предпочтение будет отдаваться тем компаниям, которые прошли ПКО 1.0. На сегодня группа компаний Самрук Казына – один из крупнейших заказчиков товаров и услуг в стране, только в этом году план закупа группы компаний составил 3 триллиона тенге. Уже освоено 90%. Доступ к ним получили более 12 тысяч казахстанских предприятий. Андрей Деменок, Хабар, 24. Объем производства бумажной продукции в Казахстане с начала года достиг почти 48,5 миллиарда тенге. Это на треть больше по сравнению с прошлым годом. В период карантина на 27% выросло и производство туалетной бумаги. Всего выпущено более 23 тысяч тонн. Лидером среди регионов за 7 месяцев текущего года стала Алматинская область. Там туалетные бумаги произвели на 12 миллиардов тенге. На втором месте Алматы почти на 11,5 миллиарда. Замыкает тройку лидеров Акмолинская область, где производство бумаги увеличилось в 32 раза до 9,5 миллиарда тенге. При этом сократилось производство гофрированной перфорированной бумаги, картона в рулонах и листах носовых платков, а также косметических салфеток. Наш эфир продолжит программа «Круглый стол» с Рахимом Ашакбашем.